Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Предлагаю вам второй расклад. На картах второго мы видим. Для знака зодиака лев на август месяц. Что ожидает львов? Очень много работы. Это десятка у нас жезлов. Это говорит о том, что вы цели ставили построить дом. Что-то именно с недвижимостью. И вам как бы стыдно. Душевые спрятали голову. Но тем не менее, нету, хочу сказать, чувств. Если дама обеспеченная, успешная, но нету таких вот чувств. Ну вот будет мужчина. Вы хотите такого мужчину, чтобы он был богат, состоятельный, успешный. Если в семье, вы хотите, чтобы он больше зарабатывал. Видите, и он как дает, пожалуйста, Данину. Это то, что надо всегда делать пожертвования. Карта эта говорит о том, если вы хотите, чтобы у вас прибыль была, надо всегда делать пожертвования. Цель такая, что вы хотите какой-то дом. И где-то вы потеряли деньги. Деньги потеряли большие. Деньги и в августе у вас будет. Говорится о том, что нужна будет помощь других людей. И вот тоже может быть, знаете, уход из семьи. Это может быть уход мужчины, когда вы встречаетесь. Видите, есть чувства. Это говорит чаще о чувствах. И вот он такое лунное время, как состояние такое, знаете, у него. Как приходит в вечернее время, он готов куда хочешь и уходить. И есть такое. Если по работе, значит, нужна чья-то будет помощь. Без помощи никак не получится. Вот. И вот это обнищание какое-то. Есть такое, что вы где-то потеряете. Поэтому карты, они, как видите, подсказывают, что делать, что может быть ожидать, от чего нужно предупредить себя. Ну вот совет обязательно нужен со стороны, потому что вроде бы вы все знаете, умеете, а все немножечко не так. Да, карта влюбленные. Карта влюбленные говорит, что какой-то обман может быть. Видите. Если в отношениях, значит, говорит о том, что вы можете встречаться, если вы надеетесь замуж выйти. А часто мне пишут и парни, которых тоже встречается, девушка тянет время свое. Она из богатой семьи, а он бедный. Вот даже вчера обращался такой парень. Да. И вот он хочет быть с ним вместе, а она как-то так, знаете, затягивает отношения. И там мама с ее стороны не желает. И вот тоже влюбленные, вы можете встречаться, пересмотрите свои отношения. Потому что если для девушки жизнь идет вот такой рыцарь сказочный, если вы по работе, тоже смотрите, чтобы вас не обманули. Часто вы бываете, вот видите, потеря там денег, дом желаете, не получается что-то. Присматривайтесь к тому, что где-то нечестный, не обманет кто-то, деньги не рассчитается или еще что-то. Занимаете деньги кому-то, значит, смотрите, пожалуйста. Шансы будут. Выбора новой работы, выбора в жизни. Если невесту выбрать для молодого парня или же для девушки. Рыцарь, видите, чаш есть хороший человек. Есть такой, он молодой, но он успешный. Достаточно, если для девушки смотреть, да. Ну а если в семейной жизни, значит, у вас вариант такой, чтобы вы не потеряли какие-то деньги. И вы где-то, знаете, не доверяетесь. Бывает так, что вы работаете, закладываете сумму денег и думаете, вот вам обещают там все получить. Но девятка Пентакли, значит, успешно. Будет работа, предложение, новые работы, да. А если молодой человек, ну, ну так, как играется с деньгами, тоже надо смотреть. Если вы молодой человек, значит, более серьезно, в денежном плане надо вам относиться, чтобы зарабатывать. И хочет этого женщина, чтобы вы могли лучше пожертвования давать, чтобы у вас денег было много. И, возможно, пересмотр для женщины, новый вид работы. Шанс будет, предложения какие-то будут. Хочу сказать, что да, пятерка. Что-то в чувствах потеряется. И будет новый вид работы рассматриваться. Вот есть еще такой шанс, видите, с чувствами, с успехом. Будет у вас состояние, если вы молодой человек, успешный. Если для женщины, чтобы замуж выйти, вот он ожидает. И будет такое предложение в августе. Но хочу сказать, будет грусть по чувствам. Что-то вы потеряете. Но надо, знаете, отвернуться от того, что вы переживали, хлопоты. То, что вы потеряли, потому что за спиной вот стоят еще чаши. И все будет налаживаться. Да, новый вид работы, дохода материального. Потому что пашпин так ли это новые заработки. А хочется вам вот такого. И шансы будут. Если дама молодая, значит предложение будет, он ожидает. Вот и будут предложения состоятельного. И связи. Но хочу сказать, что да, что-то вы урвали с работы, вам нравится. Что вы можете на работе что-то левое брать. И поэтому тоже чувства, переживания по этому поводу у вас есть. Да, будут новые предложения, чувства радости будут. Новая работа. Это жезл, это работа. Это то, что предложение здесь мы видим, что рассматриваются такие. Поэтому обращайте внимание. Может быть, знаете, дополнение вот заработок дополнительный. Какой-то может быть. И может быть так, что вы пересмотрите свое, то, что вы занимаетесь. Хочу сказать, да. Вот состояние четверка мечей. Состояние такое, знаете, переживание. Как мечи. Все внутри крошится. Вы падаете в как панику порой. Сметение. Ну, карта говорит, что пожалуйста, будьте духовно богаче. Потому что икону мы видим. Поднимайтесь. Что-то делаете вы неправильно тоже. Обращайте внимание. Это как исцеляющий. Это для того, чтобы вы понимали, как это все идет. Король мечей. Да, в жизни будет у вас. Да, мечи. Вот у вас какие-то отношения. Это может быть и служебная личность. Король мечей. Это выяснения. Могут быть отношения какие-то. А если молодой человек хочет попасть на карьерный рост. Или ваш муж, например, мужчина в семье, за кого вы переживаете. Может на такую, знаете, должность. Это знаки. Ну, это может быть. Вот видите, тоже туз мечей. Да, будет какая-то борьба. Может быть, это то, что выяснение чего-то еще на август месяц будет. Ну, и с деньгами так будет устойчиво, стабильно. Но без каких-то взлетов будет. Будет состояние есть. Иерофант, видите, вот он выпал и говорит, что духовно поднимайтесь выше. Потому что ваши, если... Извиняюсь. Если ваши, знаете, действия, ваши какие-то решения, надо духовность. Духовность свою поднять. Да. Ну, и немножко так, что чаша будет в отношениях, в чувствах. Четверку мы видим. Чаш, что дает сама рука вселенной. А у вас как-то и нету желания. И нету чувств. И нету вот такое застывшее состояние. Состояние безразличности. Но я хочу еще сказать, что мы попросим совет. Давайте совет попросим. Совет говорит суд. Суд не делайте того, что нельзя. Потому что как замирание изнутри. Не хочется ничего не делать. Поднимайтесь. Делайте праведные дела. Призыв свыше. Поэтому и сам Архангел Михаил приглашает, призывает. Поднимайтесь. Делайте правые дела добрые. Обращайте внимание. Не случайно карта. Вот эта выпала. Вы где-то пересмотрите. Да, будет у вас такая борьба. Но это борьба, это конкуренция. Еще одну карту. Так вот мы выберем. Давайте. Да. Должность у вас будет. Вы карьерный рост какой-то. Или должность просто какая-то. Куда вы будете стремиться. Добивайтесь. Вы туда попадете. Изменения какие-то будут. По работе. Обязательные. Вот тоже. У вас характер жесткий. Вы где-то отворачиваетесь. Видите. Потому что королева мечей. И с тучами. И с волнением. И с переживаниями. Но с работой там все будет решаться. Но что-то изменяться обязательно будет. И пожалуйста. Я думаю, что вам будет полезно это видео. И вы сделаете выводы. На что обратить внимание. Удачи вам. Уважаемые. Подписывайтесь. Ставьте лайк. И заходите на мой канал почаще. Нажимайте колокольчик. Чтобы получить извещение о новом видео.